Миниципалитеты Чувашии подводят итоги работы за предыдущий год. Традиционно это происходит на совещании актива, где оценивают социально-экономическую ситуацию и определяют задачи на предстоящий период. Однако затронуть все актуальные вопросы в рамках одной встречи невозможно. Поэтому часть повестки решили обсудить в рабочем порядке с руководителями районов. Бюджет Парецкого района выполнен с ростом к предыдущему отчетному периоду почти на 2%. При этом собственные доходы увеличились еще заметнее. На 16%. Показатели по заработной плате, обозначенные указами президента страны, выполняются. Растет количество индивидуальных предпринимателей. Однако средний объем полученных от них отчислений ниже, чем по республике. По юридическим лицам я среди сельских районов скажу, что у вас не плохой показатель. Но при этом меня немножко напрягает негативная тенденция снижения количества юридических лиц. 96% к уровню 2017 года. Довольно успешно реализуются федеральные и республиканские программы капремонт, создание комфортной среды, инициативное бюджетирование. Завершился первый этап проекта по обеспечению паричан качественной питьевой водой. Правительство нам помогает. Мы очень благодарны за решение этого вопроса. Первый этап решен. Благодаря русской воле главы республики он сказал, сделали, народ видит. Надеемся, что продолжение в этом году и в следующем будет этого вопроса. Однако есть и проблемы. Опросы, проведенные в муниципалитете, выявили бы левые точки. Первое место безработницы. Второе место доступности и качества в медобслуживании. И третье – проблема в сфере ЖКХ. Председатель правительства Чувашии Иван Моторин напомнил еще об одном нерешенном вопросе – затянувшемся расселении Ветхого дома. Властям муниципалитета необходимо найти компромисс с жильцами, поскольку жить в здании уже небезопасно. Хорошую новость, важную не только для Парецкого района и для Чувашской республики, но и для всего по Волжье, озвучил министр транспорта. Один из важных объектов, который играет межрегиональное значение, является, безусловно, Парецкий мост. Вопрос публично сейчас озвучивается. Проект капитального ремонта моста прошел экспертизу. В конце февраля, в начале марта будет разыгран лот. И, я так понимаю, мы уже в начале марта получим с вами подрядчика, который приступит к работам. Планируем все-таки, чтобы за полтора года закончили наши подрядчики. Елена Гальперина, Павел Иридков, Республика.